А у меня есть очень интересный вопрос для вас. Если я говорю, мы густа Шакира, что я имею в виду? Хочешь учить глагол густа раз и навсегда? Тогда это видео для тебя. Начинаем с самого простого до самого сложного. Я обещаю, что все твои вопросы исчезают после этого видео. А сейчас я вам покажу, как вы можете попасть на очень неловкие ситуации и казаться, что вы флиртуете. Это бывает с этим глаголом. Глагол густа может быть опасным. Можете сказать, что я влюблен. Когда вы просто хотели сказать, что вы очень хороший человек. А вы теперь понимаете, как это одно и это совершенно другое. Если немного перепутать, смысл может быть совсем другой. До этого объяснили, как употреблять глагол густа, когда он иссуществительный. Но если ты хочешь употреблять с людьми, можешь оказаться в неловкой ситуации. Мы спрягаем глагол густа. Первая форма. Густо. Гус-тас. Густа. Гу-с-там-ус. Гу-стайс. Гу-стан. Я могу сказать, что я часто слышу. Вы знаете, когда это говорят на испанском, это значит, как я влюблен. В принципе, это хорошо. Но я понимаю, что на русском хотят сказать, мне нравится как человек. То есть, здесь нет какой-то влюбленности. А когда вы спрягаете, в принципе, да. Это значит, я влюблен. Я испытываю больше, чем симпатию. Я испытываю влюбленность. Поэтому, внимание. То есть, это правильно чувствовать. Но нужно знать, когда это надо употреблять. И как мы говорим. То есть, мы согласуем мистемения. Я. Ту. Эль. Эля. И устед. Носотрос. Босотрос. Элли. Элли. Устедес. А если вы заметили, мы здесь делали какой-то провел. Потому что в этом провел мы будем согласовать, кто кому нравится. Далее, чтобы мы могли работать, нам нужно вспомнить objeto индиректу или комплименту индиректу. Я, помните, это me, tu, te, el, ella, usted, le, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, les. Хорошо, раз у нас уже есть objeto индиректу, тогда можно запомнить направление. Тогда, например, я ей нравлюсь. Ай, я, ле. Я, ле. Я ле густо. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься. Это будет кто кому. Кто кому. Ты мне нравишься. Ну и, например, дальше как русский. Она тебе нравится. Эля тебе. Ты густо. Она мне нравится. Эля ме густо. Например, еще раз. Она мне нравится или она ему нравится. Эля ле густо. Она тебе нравится. Ты густо. Ну, вы поняли. Кто и кому нравится. Мы им нравится. Это я просто так говорю случайно. То есть, может, любая комбинация. Зависит кто кому нравится. Слишком легко, да? То есть, если вы хотите сказать, что у нас хороший преподаватель испанского, и нам очень нравится, если вы говорите el profesor me gusta, это значит, что это больше, чем хорошее преподавание. Это вы уже, наверное, видите его во сне. Примерно. А если вы просто хотите сказать, что вам нравится именно по-русски, что хороший человек, но вы не претендуете, тогда у нас есть форма. Я не знаю почему, но на испанском мы говорим падать хорошо. Ты мне падаешь хорошо, это значит, ты мне нравишься. То есть, просто, как друзья, хорошая симпатия. Все. Ничего больше, чем дружбу, не предлагаем. Это значит каэр. То есть, каэр падать. Помните, это форма глагола каэр? Падать хорошо. Каэр верн. Падать плохо. Каэр маль. И глагол каэр, он неправильный. Первая форма в настоящее время. Я каэго. Ты каэс. Только на первая форма неправильный. Остальное уже будет правильно. Эль. Эля. Устед. Каэ. Носотрос. Каэмос. Восотрос. Каэйс. И Элз. Элз. Устедес. Каэн. И опять же, в этом правил мы заполняем кто кому. Кто кому. Например, ты мне нравишься, как хороший друг. Ты мне каэс. Ты мне каэс. И заспечим bien или mal. Ты мне каэс. Биен. Ты мне густас. Большая разница. Ты хороший человек. Ты мне нравишься, как друг. Ты мне густас. Я влюблен. Замечаете? Я ле густо. То есть, любовь. Я ле густо. Я ле каэго вен. Я нравлюсь, как друг. Больше, чем друг. Эль. Мэ каэ вен. Эль. Мэ каэ вен. Он мне нравится, как друг. Эля. Мэ каэ вен. Она мне нравится, как подруга. Эль тэ каэ вен. Он тебе нравится, как друг. Эль. Эль тэ каэ вен. Он тебе нравится. Но мы говорим, что это без любви. Просто дружба. Эль тэ каэ вен. Эль. Нос каэ вен. Он. Нам. То есть, мы много. Эль. Нос. Каэ. Вен. Можем с отрицанием. Да? Отрицание будет перед ле. Я ей не нравлюсь. Я ле каэ вен. То есть, я ле каэ вен. Я ле каэ вен. Одно и то же. Да? То есть, я ей не падаю хорошо. Я ей не нравлюсь. То есть, одно и то же. Так же, да? Отрицание здесь. Я ле густу. Я ей не нравлюсь. Она не мечтает во мне. Ту номе густас. Это тоже как точнее. Как типа, нет. Ты не для меня. Ту номе густас. Ту ме каэ с бен. Ты мне нравишься. Ту номе каэ с бен. Ты мне не нравишься. Ту номе каэ с маль. Это обычно говорим. Ту номе каэ с маль. Это как, допустим, человек думает, что, не знаю, не нравится. Типа, нет, подожди. Ту номе каэ с маль. А у меня есть очень интересный вопрос для вас. Если я говорю, мы густас Шакира. Что я имею в виду? Если мы хотим говорить, как мы относимся к людям, тогда мы говорим Мэ каэ вен Шакира. То есть, мне кажется, что она очень хороший, добрый человек. А если мы говорим Мэ густас Шакира, в принципе, мы говорим о творчестве. Поэтому вы можете сказать Мэ густас Мудовар. И в этом плане будет иметь в виду, что мне нравится его работа. Да? То есть, это важная разница. Мэ густа это относится к творчествам людям. Мэ каэ вен, как к ним я отношусь. И вот это именно мы говорим для артистов или музыкантов. В принципе, так. Потому что, если вживую, это чаще всего говорим, как мы относимся к этому человеку. Ну, дорогие амигос, на это всё. Как вы советили, мы настолько подробно и глубоко учили глагол густар. Но уверен, что после этого у вас будет гораздо проще его понять. И тоже надеюсь, что после этого видео вы будете меньше ошибок делать на испанском языке с глаголом густар. Если вы ещё не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Для меня это очень важно, это мне очень помогает. Я с этим, я понимаю, что это вам нравится, что мотивирует меня делать такой хороший, полезный контент, бесплатный, который вы можете посмотреть, когда вы хотите, сколько раз хотите. И я буду очень рад.